Приветствую вас и я внимательно прочитал ваш вопрос. И вот вы знаете, я понимаю, что вы писали этот свой вопрос очень эмоционально, то есть находясь в очень эмоциональном, в очень сильном, если сказать правильно, эмоциональном переживании. И я прекрасно понимаю, но давайте мы с вами сейчас скажем так, что для того, чтобы нам с вами как-то вот прийти к какому-то решению, нам нужно выработать ваш приоритет. Вот случилось то, что случилось, да, мужчина встречался с любовницей и, значит, выдумали, что у него там ничего нет, но в итоге оказалось, что он все-таки встречается с другой женщиной и у него даже появился ребенок от другой женщины. Это все очень, безусловно, неприятно, это все очень, безусловно, ужасно, но нам с вами сейчас важно понять, что это уже случилось, это уже произошло. И мы теперь можем сделать только что. Мы можем с вами определить, чего вы хотите. То есть вот, если вы хотите, ну, скажем так, вернуть своего мужчину, то это одно, если вы хотите, условно говоря, уйти от своего мужчины, то это совсем другое, потому что в первом случае от вас требуется одна линия поведения, а во втором случае линия поведения у вас совсем-совсем другая. И вот в первую очередь мы с вами определим, чего вы хотите. Хотите ли вы отношения с вашим супругом сохранить? Тогда нужно подумать о том, что мужчина нашел в этой женщине, почему он променял вас на нее, что, вообще говоря, его сподвигло на это. Это первый важный момент. Если вам хочется, скажем так, от своего мужа уйти, то есть если вы не готовы его простить, то в таком случае, безусловно, можно говорить о том, что вам нужно продумывать стратегию по отделению от мужчин. То есть это борьба за свою самооценку, борьба за свою горность, это проработка тех моментов, от которых вы зависите от мужчины, ну и так далее. То есть моментов здесь может быть достаточно много, но главное, чтобы вы определились с тем, чего вы хотите. Вот это самое важное. Определиться с тем, чего вам хочется. Видите ли вы будущее со своим мужчиной или нет? Если видите будущее, то с этим нужно разбираться. Мужчине точно нельзя больше напоминать о том, что у него другая женщина. Потому что мужчина может раздражаться из-за этого. из-за раздражения, из-за раздражения, он быстрее, просто-напросто быстрее от вас уйдет. Но вы же этого не хотите, правильно? Правильно. И поэтому нужно подумать, как сохранить, по крайней мере, его с вами, а там дальше, в процессе, так скажем, вашей деятельности, да, постараться мужчину как-то, ну, к себе расположить в нос. Вот это то, что вы можете сделать. Это то, что вы, ну, реально можете осуществить. Или, если вы оскорблены, обижены, унижены, раздавлены отношением своего мужа, и не хотите вообще даже пытаться с ним что-то строить, и не хотите пытаться даже что-то выстраивать, то нужно в таком случае, ну, прорабатывать момент. Момент, связанный вот, собственно, с чем? Вы пишите, что у вас земля уходит из-под ног. Это значит, что вы теряете с мужчины что-то очень важного. Вот что-то очень важное вы теряете с тем, и если мужчина от вас уйдет. То есть вы от него зависимы. И вот эта самая зависимость, она и вызывает у вас такую реакцию. Потому что в любом другом случае действует что? Какая схема действует в любом другом случае? В любом другом случае действует схема такая, что, ну, есть у мужчины определенное желание, да, определенный выбор. Ну, дайте ему, а позвольте ему этому выбору следовать. Вы, если человека любите, то вы хотите, чтобы он был счастлив. Если у него другая женщина, значит, с вами он не счастлив, к сожалению. А раз так, то вам его нужно отпустить. Но вы отпустить его не готовы. И я понимаю, конечно, почему вы не готовы его отпустить. Вы не готовы его отпустить, потому что у вас жизнь с ним уже, ну, налажена, да. Как бы устоялась, это для вас стабильно, это для вас определенно. И тут получается так, что вам в своей жизни что-то придет сменять. Это, конечно же, больно, это, конечно же, ужасно, это, конечно же, неприятно. Но, тем не менее, как и любая женщина, вы боитесь, значит, ну, боитесь потери определенности, потери стабильности. И в этом ключе, опять-таки, я вас хорошо понимаю, но это ничего не меняет по своей сути, потому что нужно как-то жить. И для начала вам нужно сделать выбор, все-таки. Вот какой же выбор вы сделаете? Будете вы стремиться мужчину вернуть или все-таки будете жить своей жизнью? Вот, пожалуй, это вам и нужно определить. Скажем прямо, что это для вас сейчас наиболее важный вопрос. Вот как вы определите свой выбор, свое решение, так все и будет. Потому что для того, чтобы мужчину вернуть, нужна будет работа. Определенная, я бы сказал, ну, не обязательно прямо сложная работа, но работа. Это деятельность, это понимание того, что мужчине нужно, понимание того, чего мужчина хочет. Определенная терпимость по отношению к нему, определенная, так сказать, ну, терпеливая, скажем так, отношение к мужчине, да? Вот, если вы на все это готовы, то тогда, я думаю, у вас есть в любом случае шансы по возвращению его к вам. Шансы есть всегда при условии, что у него есть к вам чувства какие-то. Конечно, если чувств нет, нет, то вы мужчину не вернете, и здесь вам нужно просто-напросто спросить себя, а хотите ли вы быть, хотите ли вы жить таким мужчиной, который вот к вам уже ничего не чувствует, и который, ну, посуществует с вами только из-за детей. И, кстати говоря, дети тоже очень важный аспект данной ситуации. Почему? Потому что на детей вот то, что вы, в какой ситуации вы сейчас оказались, это очень сильно влияет. То есть конфликт между вами и вашим супругом, он тяжело переживает с вашими детьми, потому что, ну, они, особенно вот, особенно маленькие, которому один год, как я понял, он чувствует вообще голоссальное напряжение сейчас, и вам нужно это напряжение убрать, потому что на дальнейшее проживание, на дальнейшее развитие этих детей подобная ситуация может оказать неизгладимое влияние, неизгладимый след наложить. То есть вот так, в принципе, и нужно с вами работать. Если вы решите, что вы хотите мужчину возвращать, тогда нужно анализировать ваши отношения, выявлять, какие проблемы начались 7 лет назад, то есть 10 лет вы жили хорошо, 7 лет назад появились проблемы, значит, которые выявились с подозрением связи мужчины с любовницей, и вот тогда, скорее всего, у вас и начались какие-то какие-то конфликты, которые вы не смогли преодолеть, в результате чего у вас сейчас наблюдается вот такая ситуация. Если вы решите, мужчины уходите, это ваше право, ваш выбор, но, тогда вам нужно будет преодолеть, или, если правильно сказать, избавиться, потому что преодолеть это не совсем верно, избавиться от зависимости в своем мужчине. А зависимость это всегда потребность, и вот вам нужно удовлетворять свои потребности, которые вы ранее удовлетворяли исключительно через своего супруга, теперь вам придется это делать уже через другие источники напрямую, желательно без участия этого мужчины. И тогда у вас не будет уходить почва из под ног, и не будет ручиться мир, потому что вы будете независимы. И, кто знает, может быть, именно это ваша зависимость, и повлияло на то, что мужчина вот так себя с вами стал вести. Потому что, когда мужчина понимает, что женщина его, и она от него зависит, ну, знаете, существенно меньше становится стимулов для того, чтобы что-то делать, куда-то стремиться и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, а прочитательство в личику помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok